Революция это не решение проблем. Не надо нас лечить. Идут на ту же... Куда? Вот! В карманы. А может что-то идет, но совсем немного. Ну, многих достало. Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей. Кантемир, я сейчас слежу за сетями, я вижу, что происходит сегодня с молодежью, которые просто увлекаются этими роликами противостояния, батлов, протестующей молодежи с полицией. Я хочу разделить проблему отдельно Кавказ и отдельно московская публика, которая выходит. У тебя вообще какое мнение на этот счет, почему Кавказ и даже Крым никак себя не проявили на этих митингах? А, ну, для начала, Руслан, давай мы в целом поговорим про этот протест, а потом уже перейдем к частности Кавказ и Крым. Надо понять, почему выходит молодежь и кто выходит. Я бы в этом отношении всех протестующих разбил на три категории. Это школьники, это студенты и это все, кто старше. Потому что у каждого из этих категорий абсолютно... Те, кто старше, это уже творческая молодежь, состоявшаяся... Скажем так, 23 и выше. Но это молодые специалисты. Молодые специалисты, те, кто уже не студенты, но еще и в категорию молодежи... Но не безработные, я так понимаю, не безработные выходят, выходит состоявшаяся молодежь. Насколько я понимаю, выходят не безработные, не бездельники. Потому что, в принципе, в Москве все, кто хочет работать, работу найти может. Единственное, их может не устраивать, там, не знаю, зарплата или может сама работа не устраивать. Но это совсем другой вопрос. Поэтому, исходя из той статистики, которая вот сейчас уже в открытом доступе, там 50% были в возрасте молодежи. То есть, это 18-35, 5% это были школьники. И все остальные, там где-то 45, это все остальные. Поэтому, что касается школьников, ну мы сразу, я думаю, отбрасываем их. И должны понимать, что у этой категории молодых людей еще нет достаточного понимания всех тех процессов, которые протекают в нашей стране. И они выходят либо на хайп, либо, я не знаю... Просто протестное поведение. По отношению к родителям и к системе. Да, какой-то протест, вот просто выразить. Если мы говорим про студентов, то это тоже немножко другая история. Они уже начинают что-то размышлять, мыслить. Но я как бы считаю, что здесь все-таки имеет огромное значение влияние современной массовой культуры. Дело в том, что большинство молодых людей, они идеалисты. Они хотят, чтобы было так, как написано в книгах. Демократия, политические свободы. Кто же против? Мы тоже не против. Я считаю, что действительно у нас в стране много проблем. И Навальный озвучивает объективно существующие проблемы. Но если мы начнем углубляться и посмотрим, как организована вообще власть, политическая система в других государствах, там мы тоже встретим кучу противоречий. Несмотря на то, что в Соединенных Штатах Америки имеет место сменяемость власти, видимая какая-то демократия, но там мы можем увидеть, что когда за одного кандидата голосуют больше людей, выигрывает тот, за кого больше выборщиков. Это тоже диспропорция. Мы там можем увидеть огромную власть манипуляций со стороны средств массовой информации. Посмотрите, что сделали с Байденом, с Трампом. И в любой политической системе есть куча проблем. Смотри, Кантемир, то, что за рубежом есть проблемы, молодежь не убеждает. Вот мы говорим, да, там в Турции плохо тоже, в США плохо, в Саудии вообще нельзя партии создавать, общественные организации создавать. К примеру, да, в Европе там жестко разгоняют водометами, хотя в России водометы не применяют уже давно. Водометами разгоняют, к примеру, это жестоко там. Но это молодежь не убеждает. Они говорят, не надо нас лечить, просто дайте нам изменить что-нибудь в самой стране. Ну, я хочу просто понять, что их достает. Вот еще когда Болотная была, на проспекте Сахарова, еще когда митинговали, там где-то вот, ну, лет несколько назад, тогда один из вот этих вот богемных, значит, авторов написала матом, просто девушка написала, что на митинги вышло поколение, матерным словом, шуб. То есть поколение богатых шуб вышло на митинги. Это сытые люди. Это люди, которые жили и состоялись, и получили свой достаток в сытые путинские годы. Ну, я еще раз, как бы, чтобы было четко, чтобы прояснить свою позицию. Я считаю, что у нас действительно объективно много проблем, и те, кто выходит, отчасти имеют право на протест, потому что есть основания для этого протеста. Почему выходит? Потому что не все молодые люди получили социальные лифты, возможность для саморазвития, для, там, не знаю, достойного заработка, для достойной работы. Но давай посмотрим на проблему с другой стороны. Сегодня по всему миру идет активный процесс цифровизации, повышения производительности труда, внедрение новых технологий. И это приводит к тому, что высвобождается большое количество рабочей силы. Как их занять? Как им создать достойную занятость или платить? Если 20-30 лет назад ты, там, 10 лет в школе, 5 лет в университете, и потом мог найти себе нормальную работу, всю жизнь работать и жить на это достойно, то сегодня, чтобы найти достойную работу, должен 20-30 лет учиться. Все готовы на это? Конечно же, нет. И потом эти молодые люди, которые не смогли, ну, наверное, в первую очередь, совладать с собой, чтобы заставить себя стать профессионалом, суперпрофессионалом, естественно, он будет злой на эту систему, и любой человек. При этом я не хочу сказать, что у нас все идеально, у нас созданы там лифты, у нас есть, как бы, механизмы четкие, там, трудоустройство. У нас проблем-то куча, и есть основания для протеста, но не во время пандемии. И не, как бы, не санкционированные. Слушай, ну, когда припирает, кто думает, там, я не знаю, о пандемии? Ну, реально, ну, многих достало, многих достало, там, знаешь, то есть, не знаю, грубости, хамства, там, на улицах, там, чиновников, там, силовиков. Коррупция. Коррупция. Ну, реально, вот отсутствие социальных лифтов, да, каждый из нас на себе это чувствует. Мы видим, как жируют, там, богатейшие представители, там, элиты, и, там, парни, которые не могут перепрыгнуть какую-то планку, там, больше 60, там, или 120 тысяч зарплаты, к примеру, в Москве, или которые не могут вырваться из гетто в Бирюлево, там. Если он там родился, он должен там и всю жизнь прожить, потому что, чтобы оттуда вырваться, ему нужно получать, там, в 3-4 раза больше. Он не получает этого? Нет, здесь я с тобой соглашусь, действительно, имеет место быть это расслоение, и вот эти примеры очень богатых людей, при том, что у тебя есть серьезные потолки, имеют место быть. Но революция – это не решение проблем. Я считаю, что должен быть протест, он должен быть формализован, он должен быть в законном русле, он должен поддавливать для того, чтобы элиты начали делиться своими ресурсами, своими возможностями, и у нас было более справедливое распределение. Ты знаешь, я что думаю? Я думаю, что больше всего молодежи раздражаются, когда ее лечат через средства массовой информации. Вот одна и та же нота взята, ну, нудная такая нота. У них все плохо, у нас все хорошо. Вы ничего не понимаете? Вы еще глупые, мы вам сейчас объясним, мы вас сейчас вылечим. Это бесит реально, потому что не дают высказаться, ну, мыслящие по-другому молодежи. Ты прекрасно знаешь, что такое наше ток-шоу, там, ты попробуй, приди туда и выскажи другую точку зрения. Тебя просто зашикают, там, загасят этими хлопками и просто потом выкинут из студии. Вот. А даже хотя бы высказать уже сегодня нельзя, понимаешь? Там, где в обществе можно хотя бы покритиковать, власть там реально покритиковать, да, там градус протестных настроений не такой высокий бывает. Ну, у нас в интернете критики сколько угодно, на самом деле, и я считаю, что с этим особо проблем нет. На официальных телеканалах, конечно, ты не услышишь критики, там, основной бенефицар и владелец контрольного пакета акций государства, как они будут критиковать эту власть. Но в интернете у нас куча критики, у нас есть, в том числе, эхо Москвы, у нас есть видеоблогеры, в том числе, пресловутый Навальный, который яростно критикует нашу власть. И мне кажется, надо с ним пытаться как-то наоборот. Я думаю, что то, что его до сих пор не посадили, хотя были возможности, были попытки, его на каждом повороте сбрасывали, ну, в смысле, освобождали. Я думаю, что власть понимала, что наличие Навального работает как раз наоборот, на власть, на имидж власти. То есть, вот мы демократию, у нас есть оппозиционеры и даже те, которые призывают к свержению существующей власти. То есть, Навальный, который пока еще не покушался на основы этого государства, а критиковал министров, коррупционеров, олигархов, генералов, глав кавказских регионов, он был выгоден, потому что это позволяло держать в тонусе весь чиновничий аппарат и позволяло Западу говорить, да посмотрите, вон, товарищ Меркель, посмотрите, у нас и оппозиции есть, и митинги есть, нормальная европейская страна. То есть, для Кремля Навальный был до определенного этапа выгоден. Но что произошло сейчас? Ну, на мой взгляд, имеет место быть сочетание ряда обстоятельств. Дело в том, что действительно у нас после пандемии очень такое нелегкое экономическое положение в стране. Действительно высокая безработица, упали заработные платы и обострили социальные проблемы. И на фоне этого Навальный повысил градус своей риторики, стал более агрессивно, стал призывать вообще к свержению режима, что на самом деле в такой критической ситуации очень опасно. Слушай, ну к свержению режима у нас многие призывали. Вон Арханжемаль тоже призывал, Максим Шевченко призывает к свержению. Были у него на «Эхо Москве», он выступал сколько? Максим Шевченко тоже призывает. Я думаю, что сейчас проблема не в том, что Навальный стал призывать к свержению режима. Нет, еще я добавлю. Вот плюс к этому, конечно же, надо понимать, вот когда Арханжемаль или Максим призывал, это понятно, призывы отдельных общественных деятелей, журналистов, здесь чувствуется, что работает мощная сила. То есть наряду с призывами идет мощная организация вот этих масс, идет какая-то координация, используются самые современные технологии, которые власть не может никак контролировать, они обходят власть, работа идет через социальные сети, люди действительно на улицу выходят, создают определенную угрозу и давление, и это очень опасно. Я думаю, что именно вот это вот настораживает власть. Власть прямо говорит, что за ним стоят западные государства, спецслужбы. Еще одним моментом является то, что не прощает Кремль, это когда внутренние проблемы страны выносят за рубеж и сдают зарубежным оппонентам Кремля, скажем. Вот там та же самая история с Яудином и Гомедовым. Почему с ним так жестко обошлась власть? Потому что была информация, что есть контакт. Он использовал эти контакты для борьбы с Сулейманом Керимом. Ну, такая версия обсуждается. И тот же самый Навальный, который сейчас выступал в Европарламенте и призывал ввести санкции против Путина, против российской элиты, это в Кремле было расценено как прямая измена Родине. У нас элита часто путает понятие Родина и самих себя, они олицетворяют себя с Родиной, но это было оценено именно так. А ты вот сам посуди. На самом деле здесь имеет место быть, что действительно у нас Родина и свое некоторые люди путают, но ведь во многом благополучие людей зависит именно от элиты. У нас 30 миллионов человек заняты на крупных корпорациях частных, которые принадлежат вот этой элите. В этих корпорациях проблем с заработной платой нет. Бюджетники, сотрудники госкорпорации, силовики, пенсионеры, они не выходят на митинги. Это ровно половина трудоспособного населения, вообще половина населения страны. Другая половина, она выходит на митинги. Но вот именно те, кто выходит, это из этой части. Здесь как бы вернемся к тому, что все-таки, если у нас будут вводиться санкции против крупных госкорпораций, против их лидеров, то это ударит по экономике России, это ударит по революции. Слушай, ну ты же понимаешь, чего они добиваются. Это понятно, что в России невозможно сейчас сделать революцию выходом широких масс, потому что в России не созрела революционная ситуация. Ее невозможно искусственно создать. Сегодня нет такой ситуации. Сегодня нет такой ситуации. Это точно. А искусственно ее создать не...